Это вечерний выпуск Центра новостей. В студии Виктория Соколова. Здравствуйте! Я и мои коллеги готовы рассказать о самых важных и интересных событиях этого дня. В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября. Авторы предложения считают, лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания. Также у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года. Так ли это, обсудим с председателем Национального родительского комитета Ириной Волынец. Она на прямой связи со студией. Добрый вечер, Ирина Владимировна. Здравствуйте! Торжественные линейки пройдут 1 сентября? Уже есть ясная картина? Да, торжественные линейки пройдут практически во всей России, кроме Москвы. Поэтому замечательная новость, что наши дети, особенно это актуально для первоклассников и для выпускников, придут с 1 сентября с торжественным настроением на первую школьную линейку. А в каком формате в Москве будут проходить? В Москве для первоклассников будет подготовлено специальное торжественное мероприятие, но традиционной линейки не будет, к сожалению. Пока, по крайней мере, решение такое, возможно, оно еще и сменится накануне учебного года. Согласны ли вы с авторами предложения, что месяц даст и позволит все-таки снизить риск распространения коронавируса в учебных заведениях России? Да, большинство родителей не поддерживает перенос на месяц. Дети устали отдыхать, они хотят в школу, в школу хотят учителя. И родители также хотят, чтобы дети нормально обучались. И данные меры, которые сегодня предложены для профилактики, являются, на взгляд, родителей достаточными для того, чтобы дети максимально были разбережены. Если же, конечно, в каждом классе будут заражены, будет хотя бы один ребенок с коронавирусом, весь класс уходит на карантин. И мне кажется, что это опять-таки оправдано, и родители к этому заранее относятся с пониманием. То есть сейчас родители за то, чтобы после первого сентября дети сразу начали учиться? Да, чтобы, например, начиная с первого числа, дети ходили в школу, находились там столько времени, сколько необходимо. Конечно, будут изменения в расписании, потому что детей разобщают разные потоки, будут приходить на уроки в разное время. И опять-таки старшеклассники теперь не будут переходить из кабинета в кабинет, как это было принято раньше, по предметам школьным. А учителя будут приходить к ним сами. Это, конечно же, тоже менее удобно, потому что соответствующее оборудование, оснащение этого не будет в том виде, в котором мы все привыкли. Но это в любом случае лучше, чем дистанционное образование. Сейчас стало известно, что в школах Краснодара без медицинской справки не будут допускать переболевших COVID-19 детей. Что вы думаете по этому поводу? И будет ли такая практика применяться в других школах России? Да, ну, допустим, по всей России этой информации нет. Конечно же, на усмотрение регионального руководства будут в разных регионах свои нововведения, свои правила. Но, наверное, это логично, если ребенок заболел, попросить у него справку о том, что он выздоровел. А в противном случае он может стать источником заражения для остальных детей, для учителей, для руководителей школ. А от родителей поступают какие-то предложения по контролю таких вот детей все-таки? Потому что некоторые могут прийти больным в школу еще как-то. То есть есть какие-то варианты решения таких вопросов? Ну, вообще, согласно постановлению как Рособорнадзора, так и Роспотребнадзора, каждый ребенок на входе в школу должен быть обязательно обследован на предмет отворения температуры. И детей с повышенной температурой, так же, как учителей и работников кухни, администрации школы, не будут допускать помещения. И, наверное, это логично. А на родителей это все-таки какую-то дополнительную ответственность накладывает? На родителей это не накладывает никакую дополнительную ответственность. Но родители, конечно, могут дома, перед тем, как выводить ребенка в школу, измерить температуру самостоятельно для того, чтобы исключить вероятность того, что уже заболевшего ребенка лишний раз не выводить на улицу. И не допускать того, чтобы он стал возможным источником заражения для остальных. Спасибо, Ирина Владимировна. Начало учебного года в российских школах обсудили с председателем Национального родительского комитета Ириной Волнец. А вот родители учеников 58-й школы сомневаются, начнется ли новый учебный год для их детей вовремя. В учебном заведении обрушился пол. ЧП случилось накануне, пострадали двое учителей. И теперь неясно, прозвенит ли здесь первый звонок. Директор не выходит на связь с родителями, они уже собирают подписи, готовы идти в прокуратуру. И требуют провести экспертизу здания. С обеспокоенными родителями встретилась и Леонора Лем. 58-я уже давно привлекает внимание общественности. Родители учеников едва ли не каждый год приходят сюда, чтобы проверить ширину трещин в стенах. И кажется, они уже наизусть знают их расположение. Это нормально? И куда? Я сюда дочку не поведу. Я тоже не поведу. Маленькая внизу учится, старшая. Я свою дочку сюда не поведу. В 2018-м в школе сделали капитальный ремонт. Металлические скобы стянули стены, но трещин от этого меньше не стало. Когда на днях в здании рухнул пол и в больницу увезли двух педагогов, у родителей окончательно сдали нервы. На ремонт школы сдаем? Сдаем. И где этот ремонт? Я вообще не понимаю. На охрану сдаем. На ремонт сдаем. Я вообще не понимаю. Родители требуют экспертизы. Отпускать сюда, учиться детей опасно для жизни, считают они. Но попасть внутрь и поговорить с кем-то из руководства школы им не удается. Двери закрыты. И на заднем дворе... Следующая. Да может быть выйдет, у меня настроение переменчиво. Никого. Из центрального входа. На дверях только номер телефона для связи. Но и там родителям ничего не ответили. Алло, здравствуйте. Мы родители, мы хотели бы увидеть нашего директора школы. Около школы мы стоим. Мы можем ее увидеть или услышать? Все? Без комментариев. В 58-й ежегодно набирают по 4-5 классов первоклашек. Само учебное заведение рассчитано примерно на тысячу учеников. Родителям предельно ясно. В штатном режиме 1 сентября здесь состояться никак не может. Ведь согласно мерам безопасности в школе введут пропускной режим. Для этого должны быть открыты все входы. И центральные, и резервные. На месте учителей могли быть дети. То есть они могли бы не пойти на этот выход. А этот выход, скорее всего, как эвакуационный предназначался, наверное. И им, скорее всего, пользовались из-за коронавируса. Сейчас бы после 1 сентября. И могли быть это дети. Родители уже готовы идти в прокуратуру, писать в стройнадзор и обращаться в любые инстанции. Отпускать детей на учебу в эту школу они боятся. Как не было, так и нет ремонта. Я сюда дочку свою в сентябре не поведу. Я боюсь. У меня единственный ребенок, но я боюсь ее повезти сюда. Не дай бог, она упадет. Что я буду делать? Я ничего не смогу сделать. И она на себя, директориста, грех на душу не возьмет. Поэтому я сюда не поведу. Официальной информацией от ответственных лиц родители учеников 58-й школы ждут до четверга. И уже начали собирать подписи и готовить обращение в областную прокуратуру. Вот только времени для решения проблемы очень мало. На 1 сентября остается неделя. Ильяна Ролем, Руслан Срывченко, Центр новостей. И сегодня стало известно о том, что в региональном следственном комендите возбудили уголовное дело. Руководство учебного заведения вменяется оказанию услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья. В результате ЧП пострадали два человека. Ведется проверка. И к другим темам. В регионе активно развивается волонтерское движение. Зарегистрировано около 4 тысяч некоммерческих организаций. Впервые за долгое время активисты молодежных организаций и добровольцы встретились с экспертами молодежного совета. Подвели итоги проделанной работы. На встрече также обсудили инклюзивное волонтерство и программы грантовых конкурсов. Подробности в репортаже Анастасии Лонькиной. Есть такая хорошая платформа. Я здесь в плане рекламы. Приглушенная музыка, теплая атмосфера, яркие элементы декора и не менее яркая и активная молодежь Астрахани подводит итоги года. Встречи проходят в непринужденной обстановке. За чашкой чая активисты некоммерческих организаций в этом году так собираются впервые. В зале все те, кто активно трудился весной и летом. Мы хотим сегодня отметить представителей общественных организаций, которые особо оказали и помогали нам в своей помощи в период пандемии. Когда мы помогали социально незащищенным, когда мы организовали какие-то локальные помощи, мероприятия. И вот сегодня мы тоже отметим таких астраханцев. За добровольческую деятельность ребята сегодня получают благодарственные письма от администрации города. В период ограничительных мер они не остались в стороне. При этом активисты не забыли про обучение. Новые знания и навыки получали дистанционно. Ведь большинство молодежных форумов проходили в онлайн-формате. Сейчас снова появилась возможность обсуждать идеи и проекты на открытой площадке. К процессу городские власти привлекают экспертов из различных сфер. В этот день участникам НКО рассказали о новых возможностях. Мы узнали о новых конкурсах, то есть о мерах поддержки НКО. Мы бы рады были сотрудничать в дальнейшем. Надеюсь, у нас получится, так как спикеры открыты. К примеру, некоммерческие организации Астрахани могут принять участие в ежегодном конкурсе социальных и культурных проектов. Организатор конкурса – компания «Лукойл». В прошлом году поддержку от нефтедобывающей компании получили 60 проектов. Очень приятно, что я здесь вижу знакомые лица. Как говорят специалисты, НКО сегодня имеют большие возможности для развития. Городская администрация также оказывает консультативную помощь в этом. Собственные проекты – один из ключевых шагов. Причем волонтеры могут заявить любой проект, даже на федеральный уровень. Главное, чтобы он был социально направленным. Подробные советы по их воплощению сегодня ребятам дали напрямую федеральные эксперты. «Критериев эффективности деятельности, когда мы относимся к нашему проекту не просто как к проекту, а действительно к той проблеме, которую нам важно решить. Если мы хотим объединить людей, то почему мы их объединяем, почему нам важно быть командой, почему нам важно собирать единомышленников». Через месяц в Астрахани стартует ежегодный форум «Силиаз». Год назад он собрал более 300 участников. Тогда 7 астраханских НКО получили гранты на сумму более 3 миллионов рублей. Анастасия Лонькина, Алина Денисова, Эльдар Морозов, Центр новостей. Астраханская область стала лауреатом международного маркетингового конкурса в сфере туризма «Про Бренд-2020». О победе на своей личной странице в Инстаграм сообщил Игорь Бабушкин. Это отличный показатель того, что наш регион имеет богатый потенциал продвижения на рынке туристических и гостиничных услуг на межрегиональном и международном уровнях. Организатор конкурса «Союз Евразийского Содружества специалистов в туриндустрии». Наш регион был отмечен сразу в двух номинациях. Видеобрендинг территории с имиджевым роликом «Открой для себя Астрахань» и брендированная полиграфия с арт-проектом «Карта Астрахани». Обе конкурсные работы разработал региональный центр стратегического анализа и управления проектами. Это не первое признание отличного знака Астраханской области. В 2017 году он стал лидером в номинации «Лучший бренд региона» на первой национальной премии в области территориального маркетинга и брендинга. Дошкольные образовательные учреждения Астрахани готовы к началу нового учебного года. Ремонтные работы по их обновлению уже подошли к концу, а в некоторых детских садах вскоре заработают дополнительные группы. Накануне исполняющая обязанности глава администрации города Мария Пермякова провела выездное совещание на территории одного из детских садов областного центра. Сразу несколько детских садов областного центра к новому учебному году изыскали возможность открыть дополнительные группы для малышей. Так, одна из них откроется в детском саду номер 41. Здесь ремонт уже завершился, и персонал работает над оформлением помещения. Совместно с решением управления образования было принято такое решение, что открыть дополнительную группу на 30 мест для детишек. Сейчас идёт активная работа по сборке детской мебели, развивающих уголков, тематических, оформление эстетическое. Дополнительная группа появится и в детском саду номер 22. Пока здесь полным ходом идёт ремонт. После его завершения ещё 25 ребят в возрасте от двух до трёх лет смогут посещать детский сад с комфортом. А вот детский сад номер 53, где накануне провела выездное совещание, исполняющая обязанности главы администрации Астрахани Мария Пермякова, теперь может похвастаться музыкальным залом, современным оборудованием, прачечной и новой вытяжной вентиляцией в пищеблоке. Подобные улучшения неизменно скажутся на повышении качества воспитания юных астраханцев, особенно в период непростой эпид-обстановки. Это отмечают и представители организаций, которые также по роду своей деятельности часто общаются с детьми и их родителями. Компания, в которой я работаю, не раз устраивала праздники и мастер-классы для ребятишек. Понимаю, какой ответственности и самоотдачи требует работа с детьми. В виде сегодня, как идёт подготовка, у меня есть полная уверенность, что для наших юных астраханцев всё будет сделано вовремя и в соответствии с требованиями эпидемиологической обстановки. Свои коррективы пандемия внесла и в образовательные планы дошкольных организаций. Причём речь идёт не только о внедрении новых форм занятий по типу уже опробованных дистанционных, но и об использовании различных спортивных методик, позволяющих укрепить здоровье юных горожан. Мы плотно работаем с школьниками, пенсионерами. А сегодня, после посещения этого детского сада, я думаю, что мы разработаем программу по взаимодействию с ребятами-дошкольниками. К началу учебного года готовятся и коммунальщики города. Они обновляют разметку на пешеходных переходах возле школ и детских садов. Завершить работы планируется к началу сентября. Жанна Алиева при поддержке Пресс-службы администрации города. Центр новостей. Массовое отключение горячей воды перенесли на середину сентября. Горячую воду в Кировском, Советском и Ленинском районах города выключат не 7, а 15 сентября. Отключение в связи с подготовкой к отопительному сезону продлится до 28 сентября включительно. Перенос сроков связан с большим объёмом подготовительных работ, ремонтом оборудования, ресурсоснабжающей организации. Подачу водоснабжения возобновят по мере готовности тепловых сетей и ТЭЦ-2. В Астрахани лучшего таксиста определили с помощью стакана воды. Состоялся региональный этап всероссийского конкурса «Лучший водитель такси». К участию допускали только легальных водителей, которые управляют автомобилем не менее трёх лет и не имеют штрафов. Как определяли лучших, расскажут мои коллеги. Параллельная парковка – манёвр, часто вызывающий трудности у новичков. Но здесь собрались те, для кого это профессия. Это полуфинал всероссийского конкурса таксистов. Чтобы всё было максимально честно, таксисты проходят испытания на одном автомобиле. После каждого заезда салон дезинфицируют. В практической части несколько заданий. Заезд в гараж, змейка, разворот в ограниченном пространстве. В живых домах, особенно ночью, днём, где много, мало парковочных мест в домах, конечно, приходится такие миллиметражи выстраивать. Не местные люди, говорят, сложный город для водителя. Здесь, типа, очень агрессивное вождение у всех, поэтому... Пожалуй, единственный манёвр, с которым водители не сталкиваются на улицах – езда со стаканом на крыше. Таким образом, жюри отмечает плавность движения. Главное – не расплескать ни капли, иначе потеряешь очки. Предыдущий участник потерял ровно 10 миллилитров, привёз 240. Это абсолютно среднее значение, как правило, теряют от 5 до 15 миллилитров. Снять очки могут за сбитый конус, медленное выполнение или за пересечённую стоп-линию. Последние измеряют с помощью рулетки. Для Данилы манёвры не вызвали затруднений после оживлённых трасс Москвы и гористой местности Чечни. В Москве особенности то, что развилки, развязки, вот это вот всё. А в Чечне в основном горы. Подъёмы, крутые спуски, повороты. Профессия таксиста давно перестала быть исключительно мужской. Из 30 конкурсантов – три девушки. Карина Нагорная увлекается автомобилями с детства, за рулём с 18 лет. Но вот работает только днём, так безопаснее. Такого нет. Обычно такие ситуации бывают в ночь. Но так как я работаю в день, поэтому всегда все адекватные пассажиры попадаются. Несложно, даже очень интересно, потому что пассажиры всегда удивляются, когда садятся в машину за рулём девушка. Ну, так, в принципе, интересно, весело. За частотой выполнения манёвров наблюдал сотрудник ГИБДД. Он отметил высокий уровень мастерства. Здесь те водители, которые не побоялись проверить свои навыки. ДТП с такси в регионе не редкость, но это связано и с возросшим числом компаний. За последнее время у нас участились ДТП с участием такси. Но я хочу сразу оговориться, что не все водители нарушают ПДД, то есть таксисты. Не всегда ДТП происходит по вине водителей такси. К тому же среди таксистов много непрофессионалов, тех, кто занимается этим свободное время. Как следствие, снижается качество услуг. Появилось много тех, кто просто подрабатывает, для кого это не является основной профессиональной деятельностью. И в этом плане, конечно, немного размывается, скажем так, профессионализм. У нас как раз задача данного конкурса именно повысить профессионализм водителей и доказать, показать, что водитель такси – это в первую очередь профессионал, человек, который занимается этим на постоянной основе. Лучшие таксисты со всей России встретятся в финале в Сочи. У них будет возможность побороться за главный приз в 150 тысяч рублей на трассе «Формула-1». Наталья Фомина, Руслан Срывченко, Центр новостей. Россиянин в среднем выбрасывает 450 килограммов отходов в год. Сортировка вторсырья позволяет уменьшить это количество как минимум в два раза. Именно столько отходов собрали астраханцы в этом месяце. Такую полезную привычку в регионе прививает эко-движение «Астросбор». Вместе с тем линейку вторсырья постепенно расширяют. Переработать отходы можно даже в предметы быта. Каким отходам дают вторую жизнь, узнала Алина Денисова. Детская площадка в жилом дворе сейчас больше напоминает свалку. Только мусор отсюда отправят не на мусорный полигон, а на переработку. В микрорайоне Бабаевского проходит экологическая акция. В этот раз «Астросбор-2» объединил более ста эко-активистов. Это не только жители спального района. Вы здесь живёте? Нет, я просто приехала, помогаю с волонтерами. Я живу в жилгородке. Из отходов принимают пластиковые упаковки. Целлофан, алюминий, батарейки, макулатуру и стекло. В торсырьё участники акции бережно собирали не одну неделю. Здесь главное не сорваться и не выкинуть всё накопленное в один день в мусорный бак. Ведь отходы ещё нужно грамотно подготовить к дальнейшей переработке. Алгоритм простой. Это надо собрать сначала дома, это нужно собрать раздельно, это нужно обязательно помыть. Никто не будет собирать мусор. Оператор, который занимается мусором, мы занимаемся только отходами и только теми, которые можно переработать. И для того, чтобы мусор перестал быть мусором и стал отходами, он должен быть раздельно собран, помыт и в чистом виде сдан. Это многослойная упаковка. Это новая фракция. Новая фракция. У нас идёт плёнка 5ПП, ПП, 5СПП. Это новая фракция. Коробки Тетропак. Впервые на астросборе принимали твёрдый пластик и Тетропак. Это контейнеры для еды, одноразовая пластиковая посуда, упаковки из-под сока и молока. Новую фракцию направят на переработку к соседям, Волгоград. Упаковку Тетропак можно повторно использовать в производстве. Если вам идти её смять и нам принести вот так сдать, то мы отправим её на переработку. И из неё можно сделать, например, вот воронку. То есть это уже сразу образец переработки из Тетропака. Это сделано из Тетропака. Привычных упаковок из-под молока и концентрированных соков едва хватит на несколько воронок. Пока Тетропак астраханцы сдают не так активно. В основном пластик. Самый токсичный вид отходов разлагается в почве более 400 лет. Выделяет токсичный газ и загрязняет атмосферу. Астраханцы на астросборе сдали в общей сложности 32 килограмма пластика. Это больше, чем в июле на треть. Тогда терпения копить мусор хватило не всем. В пандемию астросбор работал в компактном формате. Отходы принимали в гараже на окраине города. Но и есть те, кто остались верны экодвижению. Было тяжело, что я могу сказать. Мешками копили, ждали. Месяца три мы вообще никто не собирались. На балконах, гаражах, где кто как мог. Копили, все равно держались. Как отмечают организаторы, больше всего собираются макулатуры. Хочу отметить, что макулатура – это единственный вид отходов, который можно переработать в нашем регионе, в отличие от пластика, батареек. Организаторы с каждым астросбором стараются расширять список фракций. Сортировка и упаковка отходов – процесс уже налаженный. С транспортировкой – проблемы. Если бы могли, мы бы принимали все, что угодно. Потому что в крупных городах принимают вплоть до блистеров из-под лекарств. Потому что есть места, куда это можно легко отправить. У нас с этим пока сложности, но мы тоже растем. Мы начали принимать тендропак, мы начали принимать пластик маркировкой 6. Находятся люди, которые готовы себе багажник загрузить, отвезти в Волгоград. И это очень здорово. В этом месяце «Астросбор-2» принял около 400 килограммов торсырья. По сравнению с прошлым месяцем, однозначно больше. Но больше, увы, все-таки попадает в баг, а потом на мусорный полигон. Мечта экоактивистов – личным примером поменять сознание большинства. Алина Денисова, Олег Райда, Центр новостей. Новый арт-объект из соединения двух композиций в картинной галерее имени Дагадина открылась новая выставка о создании пространства. Художник-керамист Алиса Курилова представила коллекцию керамических произведений искусства в соавторстве с астраханскими и питерскими художниками. Коллекция расписных бутылей, ваз, белых плодов граната и миниатюрных тыкв выполнена из глины. Природный материал помогает мастеру создавать образы в реальные объемные объекты. Заготовки из глины Алиса Курилова покрывает акрилом и глазурью. Керамика, представленная на новой выставке – результат двухлетней работы в мастерской. Автор не просто презентовала персональную выставку, а в коллаборации с коллегами-художниками получилась двухмерная композиция. Предметы керамики и полотна подобраны так органично, будто создавались серийно. Здесь не просто шесть островков, не просто шесть картин. Здесь шесть вот таких вот пространств, где картина ведет диалог с керамикой, где идет взаимодействие и появляются совершенно новые смыслы. Новые смыслы, новые эмоции. И за счет этого вот оно работает. Каждый раз это работы какого-то нового направления, нового взгляда, открывающие новые грани таланта Алисы Куриловой. И мы даже иногда и не знаем, а что в этот раз будет. Но в любом случае это очень интересно, это востребовано, это актуально. И оно отражает как современные тенденции, так и, собственно, ее творчество и основывается на традициях. Пока это все новости к этому часу. До скорой встречи на Астрахань-24. Астрахань-24.